Привет дорогие друзья! Не любитель таким заниматься, потому что как вроде есть одна тема обычная, а другая типа необычная, надо ее развивать. Но здесь мне просто стало интересно, потому что определенное количество зрителей, подписчиков, это очень небольшое количество я должен отметить, но это те люди, которые активны, то есть они вот комментируют. Мы начали высказываться по поводу моего предыдущего ролика с разоблачением фейка, который слеплен сотрудниками Ньюсфронт, это такой ютуб канал, и у них сайт есть, статья была. И в общем эти люди начали рассказывать о том, что это им бросили, они не виноваты это ведь, им просто забросили, вот как я в свое время забросил телеканал Эспрессо. И они это всосали и поставили. Ребята, им забросили, еще и сделав картинки, подписав эти картинки, а потом лично еще Карась написал статью для сайта Ньюсфронт, а его подельники, Сергей Мазур, к примеру, из С-14, написал титры на русском языке, для удобоваримости. И вот в таком виде, наверное, вбросили. Мне, конечно, я не буду скрывать, раздражают попытки людей каким-то образом отмазать тех, кто им очень сильно нравится, знаете. Точно так же каждый фейк украинских СМИ вбрасывается, вы знаете, и им вбрасывают какие-то негодяи. Украинские СМИ и про меня так писали. Когда я разоблачал их фейки, они потом говорили, так это же ты сам вбросил, ты вбросил, чтобы это разоблачить. Это очень простой, простой как бы, простой ответ. Это подгон ответа, знаете, решение под ответ. Вот это вот, или ответы под решение. Туповато выглядит. Смотрите, я вам кое-что напомню. В ССУ перебросили в Станису Луганскую 300 темнокожих в форме НАТО. Народная милиция. Ньюсфронт. То есть это на самом деле, и это тоже вбросили, это какой-то человек, одетый в форму вот этой так называемой народной милиции, сделал такого рода вброс. Послушайте. Населенный пункт Станица Луганская прибыло около 300 человек с темным цветом кожи в военной форме с вооружением образца стран НАТО. Просто загоревшие, загоревшие люди приехали. Что здесь? Он же не соврал. Они просто загоревшие, да? В форме НАТО, блин. Вот это вот, смотрите. Это что? Это тоже вбросили? Вот это вот, НТВшечка. Сегодня из города пришла шокирующая информация. Семьи, проживающие в Донецкой области, стали получать посылки с отрезанными головами своих родных. Это я когда-то даже показывал. Вот этот трэш. Это что? Это просто вброс такой? Им вбросили, а они всосали просто и пустили это в эфир, чтобы сотни тысяч людей увидели вот это дерьмо. Чтобы сотни тысяч людей, которые имели отношение к войне, чтобы десятки тысяч людей, у которых в руках было оружие, вот всосали это. Что они начали делать после вот такой информации с теми, кто попадал к ним в плен, к примеру? Ну а это же не заботило абсолютно ребят вот с НТВшечки. Им главное было разжечь. Чем больше ты разжежешь, тем лучше. Чем больше кровушки, тем интереснее. Чем больше жести, тем выше рейтинги. В штабе провозглашенной республики подтвердили, все убитые это ополченцы, которые попали в плен к боевикам правого сектора. Точное количество зверски убитых пока неизвестно, поскольку опознаны далеко не все. И вот они об этом же всерьез рассказывали. Новая почта начали высылать прямо в Донецк, да? Никто не задумывался даже о логистике, о том, как это высылалось. То есть никто об этом не думал. Потом начали постить фотографии из Сирии с отрезанными головами, да? Но это быстро разоблачили. Я тогда разоблачал. Ну вот это же, это же натуральный рожек. Чем хуже, тем лучше. Так не пойдет. Это неправильно. Это неверно. А каждый, кого они считают дураками, кому скармливают вот это, но при этом их защищает, просто задумайся, за кого они тебя считают, дружище. Теперь я вам покажу, что делала С-14 в Киеве. Они, ну ввиду того, что об этом все написали, как бы, ну никто не показал, то давайте я снизойду и покажу. Покажу эту великолепную акцию. Они отправились атаковать офис украинского выбора Медведчука. Это рассказывает охранник. Это рассказывает охранник, потому что здание это ведь не особняком стоящее. Насколько я понимаю, в здании еще есть какие-то фирмы. И еще, как я понимаю, жилые какие-то помещения есть. То есть там люди живут. Конечно же. А где полиция была? А полиции не было, никого не было? Нет, ну сразу в эту хвилину вызывали полицию пожарную частину, или с целью нашему Киевнисту, кто поверил. Но полиция не доехала. В европейском городе ночью так бывает. Из-за пробок полиция не доезжает. Ну это они уже пришли. К офису камеру зарисуй. Имеется в виду, они и так в балаклавах. Но вдруг кто-то опознает, поэтому надо зарисовать камеру. Зарисовать имеется в виду баллончиком. Что бить? Что бить? А не можно. Что бить? Что бить? Спрашивают молодые люди, еще не видят. Что же бить? Дайте указания. Что разгромить? Главное разгромить камеры, чтобы их потом не опознали. Хотя в ходе ролика они много раз называют себя. Я не буду помогать этой милиции. Я не буду называть ее полицией, потому что это и осталась старая милиция. Еще, правда, хуже, потому что профессионалы ушли. Я не буду им помогать, как это было сделано. Помните когда-то с роликами, где мы опознавали этих людей? Но вполне четко можно опознать даже вот на этом видео этих людей. Они разбивают камеру, как будто бы они всерьез считают, что видео хранится в камере. Вы понимаете, почему? Камера сняла и в себе хранит это видео. С камерой наконец-то справились. Потом они начинают бросать камни через головы своих товарищей. Я не знаю, сколько пострадало на самом деле представителей националистической организации. Боюсь, что кто-то все-таки мог пострадать. И такой приходишь под офис Медведчука, бросаешь булую, а тебе удар в спину. Классический удар в спину. Занимательно, что за несколько часов до этого в Киеве был Шварценеггер, который там будет возвращаться еще в Киев, которому так все понравилось. Пообщался он с мэром этим. Путинская там шлендра или что, верни пленных, кричат Медведчуку. Вот здесь давайте задумаемся. Это ночь. Это офис украинского выбора, я вообще не знаю, бывает там Медведчук или нет, но там явно нет никого. И Медведчука тем более. Они кричат, верни пленных. Кому они кричат? Вполне возможно, что охраннику с фирмой, которая выше, потому что он там единственный, как я понимаю, кто высунулся с балкона. Они кричат, верни пленных. На, сука! Ну то есть видно, что людей, людей разрывает ярость просто, ярость к этим стеклам, к этим ролетам, к этой стене. Почему с требованием вернуть пленных они не отправились к примеру, к администрации президента? Потому что это Порошенко назначил Медведчук, мы же помним, кто его назначил, правда? А они почему-то не идут, не ходят, ребята, к администрации президента. И вот такого вот не исполняют там. Почему? Даже не знаю. К сожалению, они... Перед тем, как бросать дымовые шашки, забывают их поджечь. Такое тоже бывает. Когда ты на нерве вот таком, вот приходишь просто с такой яростью к этим ролетам, да, к пустому офису, к этому ярость тебя разрывает, и поэтому забываешь поджечь. Но хорошо, что рядом есть наставники, которые напоминают, что эти все шашки лучше бы поджечь изначально. Вау, ну все, смотрите, все ролеты уже дрожат от страха. Пара факсов, которые находятся в этом офисе, тоже перепуганные, с перекошенными от ужаса лицами. Они запираются в туалетах. Геть Медведчука, хорошо бы покричать там, где есть Медведчук. Или хорошо бы, опять-таки, покричать возле инистрации президента, где находится президент, но он там тоже не находится. А может быть к дому Порошенко? Нет, что это я говорю. Они никогда не поедут к дому Порошенко. Почему, опять-таки, не знаю. Смерть Кремлю тоже все-таки разумнее кричать не в Киеве, а в Москве. Лучше всего на Красной площади. Ну, арестуют, но так героем же будешь. В Киеве оно как-то сподручнее, да? И, видно, молодняк сдерживают люди, которые постарше, говорят, не бегите. Ну, действительно, выглядит как-то туповато. Прибежали, камушками покидали в пустой офис, а потом убегают. Убегают, хотя полиция их все равно арестовывать не собирается, да? Набежите, пацаны, набежите. Звучат и погремухи, звучат все, в общем, обозначало, по которым можно вычислить. Можно вычислить по одежде. То есть, ну, опять-таки, повторюсь, я конченой милиции не помогаю. Давай-давай-давай. Селяемся, пожалуйста. Селяемся. Свои, спасибо. Собидите. Спасибо. Спасибо. Самое интересное, что в этом доме мог кто-то все-таки сгореть. Я не имею в виду пустой офис Медведчука, но если там другие офисы или если там жилые какие-то квартиры, то ведь кто-то мог и умереть в этом доме. И что тогда? Кто тогда нес бы ответственность? А я вам скажу, что тогда было бы. Тогда обязательно Шкиряк Гераченко сказал бы, что это российская провокация. Вот эти вот переодетые, это провокаторы на СГРУ. Все, схавали бы. Если вам кажется, что русские матюки, так вам только кажется. Это украинские матюки. Не, ну серьезно я вам говорю. Зеленка, блядь. Стой. Оно приведи дымокер чистой рукой. Чистой рукой. Сич, 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 сич. О, это что, Си-14 что ли вот это нападение осуществило? А я просто читаю, везде пишут, что неизвестные. Нападение неизвестных. Ну, по всей видимости, они до сих пор неизвестны. Благодаря мне становятся чуть-чуть известными. Да, ну в общем все. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Для чего я для начала показал тех? Потому что я между теми и этими ставлю знак «равно». И те разжигают. И эти разжигают. Пока.